В Госдуме подняли вопрос о запрете продажи настранных кукол из-за пропаганды нетрадиционных для нашей страны ценностей. Детская психика действительно очень восприимчива ко всему новому и одновременно очень уязвима. Разумеется, ответственность за гармоничное и безопасное формирование личности лежит на взрослых. Проблема в том, что нередко угрозы кроются там, где их, казалось бы, трудно ожидать. И вот над юным поколением нависла очередная угроза – куклы. Однако мнение по поводу инициативы заменить иностранные игрушки отечественными и среди самих народных избранников и в обществе по этому поводу разделились. О том, что думают об этом жители нашего города, смотрите в следующем репортаже нашего выпуска. Недавно в Государственной Думе предложили убрать кукол Барби с российского рынка. Есть мнение, что некоторые варианты исполнения куклы популяризируют нетрадиционные ценности. Если подумать действительно, часто можно услышать от родителей жалобы на современные куклы, которые могут и напугать, и научить неправильному. Заменить Барби призваны будут российские герои, популярные еще в советскую эпоху. Мы решили узнать, какие куклы были особенно любимы у старшего поколения, смогут ли они снова покорить сердца детей, и как тверичане смотрят на проблемы запрета кукол в целом. Есть сейчас такие игрушки, которые я бы не купила своему ребенку, потому что они действительно страшные, и я бы не купила. Такие игрушки, как Хаги-Ваги, ну это ужас. У нас в детстве таких не было игрушек. Ну все-таки же дети, есть дети, им всего хочется. Поэтому какие мультики такие игрушки? Ну вы знаете, мое личное мнение по этому поводу, что кукла Барби, она у девочек закладывает какие-то комплексы неполноценности, это вполне возможно, да. Потому что это, посмотрите, какие там длинные ноги. Вы встречали человека с такими длинными ногами? Нет. Физически это невозможно. Там плюс еще, там, я не знаю, осиная талия и длинная шея. Ну реально такое в жизни не встречается. Такая особь не может встретиться. И поэтому я считаю, что как-то данная кукла далека от реальности. Разговор про какой-то гротеск, то, наверное, все-таки стоит подумать производителям, стоит ли выпускать такие вещи. Здесь, как бы, по-моему, любая мама, любой родитель будет прежде всего заботиться о психическом здоровье своего ребенка. Вот. Как бы, знаете, на рынке есть масса игрушек, которые, в принципе, я думаю, формируют нездоровую психику. По крайней мере, влияют на то, чтобы психика где-то подорвалась в детском возрасте. Я считаю, что если это просто игрушки, ну, нашим детям будет с чем играть. Думаю, Барби – это не последнее. Что у них могут прям отнимать от сердца. Я думаю, что это просто не трагедия будет, если вдруг не станет Барби на наших прилавках. Сколько людей, столько и мнений. Тема запрета продажи Барби в России поднимается уже не первый раз. Однако этот вопрос все никак не закрывается. В любом случае, воспитание детей – это большой комплексный процесс. И одними лишь куклами он не ограничивается. Этим должны заниматься родители, обеспечивая своим чадом полноценное и грамотное физическое и психологическое здоровье.